Девушки отдыхают Впервые винтовые сваи строители использовали в середине 19 века в США. Английский инженер Александр Митчелл соорудил такой фундамент под маяк. Сильно модернизировал технологию советский ученый Виктор Железков. И с тех пор ее стали активно применять в оборонке. В жилищную сферу сваи пришли только пару десятилетий назад. Если на Западе технология довольно быстро стала популярной, то у нас на нее смотрят с подозрением. Дескать, что за дом на курьих ножках. Компания Дениса Виноградова решила бороться с предрассудками не иначе, как наглядностью. На этой стройплощадке в Москве сейчас поднимают сразу несколько домов по разным технологиям. Но все они держатся на сваях. Клиент может своими глазами видеть, что винтовой фундамент справляется с многотонными нагрузками. Самый легкий каркасный дом, порядка 20-25 тонн. Это бревно, тяжелое бревно, порядка 120-150 тонн. И самый тяжелый, это камень до 200-250 тонн. Но здесь немножко другая технология. Здесь используется сваи большим диаметром, с меньшим шагом. И дополнительно усиливается обвязка швеллеров сверху. Завоевать рынок винтовому фундаменту должна помочь его доступность. Взять, например, гостевой домик на 80 квадратов. Смонтировать под него сваи будет стоить 40 тысяч рублей. Залить ленту 80. Притом, чем сложнее район под постройку, тем существеннее экономия. Сваи не боятся ни ландшафтных перепадов. Их просто обрезают на разной высоте. Ни болотистых или торфяных грунтов. Их завинчивают на глубину до 15 метров. Там, где земля уже твердая. Особенно же актуальна технология для местности, которая находится в зоне риска подтопления. Еще из плюсов. С винтовым фундаментом, в отличие от традиционного, можно работать круглый год. Зимой, кстати, на него больше всего заказов. Из минусов, пожалуй, только то, что сваи нельзя применить в каменистых грунтах. То есть в горных районах такая технология бесполезна. Редактор субтитров А.Семкин